Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня хотелось бы с вами поговорить о причинах липов и других, может быть, образований такого липидного спектра. В официальном источниках, да, у нас как бы из разряда по учебнику эти причины считаются еще не до конца исследованными и вроде как мы не знаем, что это такое. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Но на самом деле, вот честно, лично мое мнение субъективное по клинике, то, что я вижу, люди приходят, исходя из моего опыта, исходя из небольших каких-то исследований, которые мне попадались, я находил. Но, тем не менее, они подтверждают и мой личный опыт, и мой опыт многих других эндокринологов. То есть, в чем здесь суть? Причиной всех вот этих вот явлений является метаболический синдром. Корнем метаболического синдрома у нас является выраженная инсулинорезистентность, или даже настолько выраженная, что мы ставим диагноз диабет второго типа, да. О том, что такое инсулинорезистентность, я снимал отдельный выпуск, вы можете посмотреть его на канале, и я постоянно об этом проговариваю в разных видео. Вот, ну, в теме диабета есть, соответственно, полное объяснение инсулинорезистентности. И есть у нас это, допустим, может быть, гиперлипидемия, когда у нас, допустим, плохого холестерина стало в разы больше, чем хорошего. Или это уже гиперхолестериномия, когда общее содержание холестерина растет, чаще всего все-таки за счет содержания. Ну, бывает, триглицериды тоже повышаются, но часто просто за счет содержания исключительно плохого холестерина. Вот. Плохой холестерин влияет не только на сосуды, но и на состояние печени. Это вообще маркер не очень хорошей печени по факту. В печени мы тоже можем найти липидные включения, в поджелудочной тоже можем найти какие-то включения неясного генеза. Ну, и липомки вот эти, которые, так скажем, образуются под кожными покровами, да, соответственно, тоже мы видим у таких людей. Очень редко у кого можно найти липомы, вот у него нет ни метаболического синдрома, никаких других эндокринных нарушений. Липома – это всегда маркер эндокринологии. Это всегда маркер того, что еще не поздно человека начать лечить превентивно. То есть, заранее найти у него какое-то заболевание, вывести. Вот. Это, конечно, еще маркер СИБА – синдром избыточного бактериального роста. Так организм может реагировать на какой-то инфекционный агент, как последствия лечения, самолечения своими внутренними силами вашей иммунной системы, да. Она в какой-то момент собралась, так скажем, сконцентрировалась, вывела этот цитофилококк, но на этом месте образовалась липомка у вас. Тоже такое может быть. Вот. Я считаю, что здесь взаимосвязи доказаны. Они непосредственно присутствуют. Просто у кого-то больше инфекционные причины, у кого-то больше эндокринные. Но, как правило, это даже смесь нескольких причин. Так что, дорогие друзья, я вижу все ваши комментарии. Я вот даже в больших таких видео стараюсь на них отвечать, пускай спустя и позднее время. Вот. Спасибо вам, что пишете мне, что задаете вопросы. Ваше мнение безгранично важно для меня. Ну, однако, до тех пор, пока оно имеет свои какие-то цензурные границы, да. Всегда очень приятно, когда вы действительно научно пытаетесь разобраться в вопросе. Я развиваюсь, так скажем, вместе с вами. Я тренируюсь не только находить для вас полезную, интересную информацию, а где-то даже местами что-то повод для меня почитать, отсвежить память. Но и, конечно же, я тренируюсь ее вот так вот доступно рассказывать. Поэтому напишите мне в комментариях, в первую очередь, все ли вам понятно. Здесь, если у вас возникают сложности с терминологией, то с какой, если мы друг друга недопонимаем. Вот. И обязательно посмотрите выпуск про диабет. Это очень важно в понимании метаболического синдрома. Вот. Может быть, вы сейчас отдохнете, выпьете чаю и продолжите смотреть мое видео про диабет. С вами был Кравцов Сергей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и да пребудет с вами здоровье. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!